Эту путевку в солнечные и жаркие страны не нужно долго оформлять. Нет необходимости с нетерпением ждать отъезда, а потом несколько суток проводить в поезде или самолете. Из серого весеннего Сарова можно мгновенно оказаться в водовороте ярких, сочных и контрастных цветов Бухары, Самарканда, Ташкента, Гадрута и Стамбула. Для художника это какой-то рай. Мы когда попали туда, вот даже вот этот рынок в центре города, и все это разноцветные, эти тряпочки, эти какие-то предметы, какие-то там, я не знаю, все это навалено, все это так, керамика, ковры, вот просто глаза, глаза вообще разбегаются, и все это хочется нарисовать. Мне показалось, что это действительно отдельная планета, отдельный мир, совершенно с другими красками, воздухом, небом, с людьми. Невообразимое количество красок в коврах, в керамике, вазы, посуда, люди, шелка, и вот все это просто какая-то, я не знаю, пещера Аладдина. Мы попали как в сказку. Масляные натюрморты и пейзажи переносят гостей в мир нарядного и декоративного Востока. На открытии новой выставки «Планета Бухара» художницы из Самары Анна Сливкова и Наталья Шепелева много рассказывали гостям о своих совместных поездках по странам СНГ, о впечатлениях и работе над картинами. Например, Анну Сливкову вдохновил бухарский плов. Его она тоже решила изобразить на полотне. Это плов по-бухарски, здесь совмещение разных жанров. Здесь есть и натюрморт, и интерьер, и фигуры. И, в общем, все это вместе скомпоновать в одну картину. И какое-то настроение бухары в этой работе для меня передается. То есть какой-то голубой свет, я даже не знаю, как это объяснить, с этими какими-то оранжевыми лесками, орнаментами. Знаковая работа для Натальи Шепелевой – цвет бухары. Здесь художница постаралась передать необыкновенный цвет города, особенности архитектуры и его самобытность. У нас вот притягивает экзотика, конечно. У меня вот здесь есть работы и про Тунис, тоже очень красиво и необычно. Наверное, да. То есть хочется туда, где радуется глаз вот этому цвету, богатству цвета. Туда и едешь, туда и тянет. Выставка «Планета Бухара» продлится в Доме ученых до конца мая. Справки можно узнать по телефону 3-53-15. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.